так всем доброе утро доброго ранку трохи поспелкуемся про футбол в общем комментирую вечерний матч не буду врать и мне не хватило видео посмотреть за 10 минут до конца отключили свет да вот концовку я не смотрел на я пересмотрел ее в хайвайсах так переходим к матчу нидерланды турция ну что подвели меня мои нидерландцы так как их пророчил в лидеры победители европы но у них еще шансы есть но вчера я по сравнению с матчем нидерланды румыния увидел отвратительную сборную которая играла в говным говно и до 70 минуты пока не забили этот гол это был просто ужас это был просто ужас мне на этого кумана на его брата эрвина кумана и их дружков с легендарных семидесятых восьмидесятых было жалко смотреть на нем не было лица насколько куман был жесткий как игрок я от суши с ним интерьер настолько такой мягкий и обаятельный чудак в жизни никогда не орет больше сидит на лавке смотрят но это было это было гонбище просто турки вчера показали топ футбол турки молодцы турки крутые я хочу поговорить объективно при том что у меня были предпочтения за голландцев и турки принципе 90 минут показывали офигенную игру офигенную под по голландии вербрюген ну принципе неплохо сыра для молодого пацана вратарь 2 потянул гухаря особенно в конце когда в косашку турок давал вниз вытянул и пару раз турки так проверили штанга молодой там их с этого гюлера такой борзый на лице написано этому кодиогу оказывается кодиогу говорит только на немецком и на нидерландском на турецком не а вред он он голландец который мама папа турки интервью дает только ли на английском либо на нидерландском кодиогу офигенный блин какой чудо как посмотрел он сейчас на трансфер-маркете 22 миллиона евро стоит нравится то что уже давно куплено за феннер он играет команду турецкой мафии я в ту турцию как прижал они рем феннер феннер этом мафия мафия они какие там желто я не помню какие голубые по моему и везде вот эти флаги феннера дюмфиса не было видно деврей нормально играл с ван дейком ван дейк пытался команду держать чтобы не развалилась играли 4 3 3 3 симонс вообще не взлетал мимо 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 вообще мимо какие 85 миллионов евро за шоу новая пустышка хак по хоть в конце последние 10 минут нормально отыграл тоже в общем вчера сборная голландии пять минут второго тайма все все остальное это просто бред вот они забили на 70 и на 76 все все много играли на этого депо я депо вчера не он старался пахал ну вот ищут лидера лидеры в нападении должно быть много хотя бы 23 не надо 1 войска бэр гвейн я его не люблю я не люблю таких всех качку квадратных метр на метр ну и принципе кто там на замены вышел но на замены этот вышел фрэмпунг да и хорошо этот доврей сыграл который забил гол все по туркам к диагу топ лучшая игра защита сыграли все топ я не хочу их перечислять фамилия генок вратарь играл отлично не его винаш вам пропустил нападение мне особенно понравился этот блондин крашеный у турков блин он подпахал триндец вот это бегает до по 70 метров на ноги мощные он этих двух голландцев защитников он просто их измочалил они уже не знали что с ним делать просто офигенный чудо и у масло ну и принципе и иуды с этот с ювенца тоже неплохо в общем турки вчера все хороши были все хороши и я начинал болеть за голландцев а потом сидел такой с открытым том не знал как это даже для себя внутренне комментировать в общем вчера лучше бы выиграла турция как такая невнятная голландия нидерланды они там на кого вышли эти нидерланды дальше сейчас посмотрю другие матчи в общем получается во вторник будет полуфинал испания-франция но я буду болеть за испанию ну тут же ставить нельзя ну что будет то будет и потом среду будет нидерланды англия тут тоже непонятно что англия может выйти в финал не оговорил а может будет нидерланды испания уже как гадание на кофейной гучи уж это никакая англия она вот так медленно 0 0 0 0 0 0 0 0 и мы в финале еще и чемпионами европу станции тем 0 0 так там кстати для любителей спорта этот стивенсон с армянином сейчас будет боксировать или уже боксирует сейчас посмотрю если успею ну и пока еще по новостям оказывается у швейцарцев прозвище красные крестоносцы а тренерский шкаф турки представьте красными крестоносцами руководят турки и аутентоп в сборной турции ответственные за поиск этих талантов турецких которые уже граждане давно германии и голландии и турки пытается половину сборной создать из пацанов с европы которые там и родились и никогда в турции не жили и умею не умеет говорить на турецком также два слова хочу сказать милевский рассказывал как рыбалка играл самолете с игоря михайловичем в карты и расчехлил суркиса на огромную сумму и вся команда болела за рыбалку он хороший картежный ну а так принципе все всем хорошего дня там вроде бы у манчестера юнайта жирона купила хава с голландии будет играть вместе с и гонковыми хотят двух россиян купить спиртиана еще какого-то я не знаю как два россияна будет разными украинцами мне кажется это ошибка на так принципе все всех обнимаю всем хорошего дня